Доброго дня граждане Республики Астан, а точнее гражданки, потому что речь пойдет о многодетных матерях. В чем особенность многодетных матерей? Так как многодетные матери у Республики Астан могут выйти на пенсию в 53 года по начислению солидарной пенсии или пенсии по возрасту. Второй этап начисления пенсии наступает у многодетной матери в 63 года, когда начисляется отдельно базовая условно-копительная пенсия с ЕНПР. Кто такие многодетные матери в Республике Астан? Это те женщины, у которых есть пятеро детей, усыновленных или рожденных ей самой, причем младшим из которых должен достиг 8-летнего возраста. Все пятеро должны достичь не меньше, чем 8-летнего возраста, это чтобы вы поняли. Философия очень простая. Мы детей в школу отдаем в 7 лет. У нас как бы стандарты, это еще с советского периода у нас установка такая. Если до 7-летнего возраста мать воспитала ребенка, защитила и он был здоров, потом она дает его в школу. В течение первого года первого класса ребенок ассоциируется, вступает в общество и так далее. Если он имел запас, условно говоря, здоровья, продержаться один год в школе, то значит мать смогла воспитать здорового члена общества. Если он уходит из этой жизни, это уже проблема общества, но не матери. Итак, значит мать, которая воспитала пятеро детей и каждого из них не меньше, чем до 8-летнего возраста, при достижении 53-летнего возраста может уйти и получать первую пенсию. Первую пенсию по возрасту или солидарная пенсия. Солидарная пенсия 53 года. Поэтому в таблице у нас появляется еще одно значение, дата достижения возраста 63 года. Кто может уйти в 2021 году? Те, кто родился в 68 году. Например, если женщина родилась 1 декабря 68 года, она может выйти на пенсию 1 декабря 21 года. А вот на остальные пенсии она может выйти на пенсию 1 декабря 31 года. Видите, какая разница? Разница в 10 лет. Итак, давайте посмотрим на наш трудовой стаж. У нас есть практически те же самые значения взял, где она работала, училась и так далее. Там, где у нас есть проблемы с трудовым стажем, мы убираем стаж и, соответственно, это проблемная зона. В сумме за троих детей, вот в данном случае, например, Марк, Мэллс, Максим, Алекс, Сергей, за пятеро детей в стаж не может быть включено больше, чем 12 лет. Получается, что 12 лет разделить на пятеро детей примерно 2 года, 2,4 года больше не дают. При этом, я сейчас изучаю параллельно российское законодательство, там дают полтора года, но там есть повышающие коэффициенты. Итак, в сумме больше, чем 12 лет за детей стаж принять не могут. Но в этом случае у нас есть дети, которые родились до 98 года и после 98 года. Причем мы смотрим, что стаж до 98 года принимается для расчета солидарной пенсии. Вот, например, если у нас есть проблемы с трудовым стажем, 32,8% будут начаться, а если исправят проблемы с трудовым стажем, будет 42,5%. Причем, помните, да, если проблемы с трудовым стажем есть, то ребенок может его заполнять, то есть по достижениям трехлетнего возраста. Если женщина подтвердит трудовый стаж, то тогда дети приниматься в расчет трудового стажа не будут, если нет разрывов в трудовом стажем. Дальше, для расчета солидарной пенсии необходимо, кроме стажа, еще доход. Если мы посмотрим доход, например, мы взяли за период с января 2018 года по декабрь 2020 года и доход подтвержденный 2 миллиона 180 тысяч тенге. В 2021 году максимальный доход принимаем для расчета солидарной пенсии 4 миллиона 830 тысяч 552 тенге. Что мы можем порекомендовать ей, чтобы 1 декабря 2021 года ей показать максимальный доход? Значит, раз она выходит 1 декабря, максимальный доход может быть принят ей 1 ноября, а лучше за октябрь месяц. Пишем 1 октября 2021 года. Отлично. Берем и отсчитываем, когда же будет первый месяц из этих 36 периодов. Значит, с ноября 2018 года по октябрь 2021 года. Причем, ноябрь 2018 года у нас уже есть, это прошлый период, уже есть пенсионное членение. Выбираем ноябрь 2018 года, так как человек имел 2 места работы за этот период. Вставляем его сюда. Если в таблице появляется... Сейчас, так. Если в таблице... Так, ноябрь. Ноябрь 2018 года. Контур-Ц. И здесь вставляем. Если в таблице с правой стороны, где считаются возможные доходы, появляются другим цветом таблицы, это значит 100% совпадание с фактическими данными. Итак, смотрим. У нас получается, что... Так как у нас сейчас август 2021 года уже, январь, за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, мы уже ничего принять не можем, то человек может показать доходы только за август, сентябрь, октябрь. Сколько не хватает для демонстрации максимального дохода? 3 миллиона 150 тысяч 552. Значит, берем, считаем, 3 миллиона 150 тысяч 552. Делим на оставшиеся месяца. Три месяца осталось, да? Три месяца. Например, человек берет патент и ежемесячно показывает доход в 1 миллион 50 тысяч деньги. Значит, нужно оплатить обязательные пенсионные взносы в размере не меньше, чем, возьмем, 105 тысяч тонн, да? 105 тысяч тонн, это обязательные пенсионные взносы. Если мы добавим за август, сентябрь, октябрь, это в налоговой инспекции обязательно нужно официально показать доход, то вот смотрите, мы достигнем дохода официально 4 миллиона 833 тысячи тенге. Причем у нас есть первая работа, есть вторая работа, оттуда надо было расправки о доходах. И у нас есть третий источник, дополнительный доход. Он может быть или в первой работе, или во второй работе, а может быть совершенно отдельно. Например, открыть ИП, взять патент и показать официально все необходимые налоги и отчисления. В этом случае, обратите внимание, у нее фактический доход среднемесячный 60 тысяч 500, а здесь мы достигаем 134,250, но примут в расчет все равно не более чем 134,182 тенге. Итак, смотрим солидарная пенсия. Эта женщина может в декабре 2021 года иметь пенсию или 19,832, или 57,027 тысяч тенге. Это 53 года. Разница, обратите внимание, 37,195 тенге. Это то, что она может сделать сейчас. Но через 10 лет будет дополнительно начисляться базовая условно-копительная пенсия. Обратите внимание, у нас базовая пенсия может различаться. Условно-копительная тоже может различаться. Но для этого необходимо сделать что? Необходимо, чтобы были обязательные пенсионные взносы с апреля 1926 года и хотя бы по март 1931 года. Почему такой разброс? Потому что, если женщина хочет иметь условно-накопительную пенсию, условно-накопительную пенсию, а этого условия нужно иметь оплаченный период 60 месяцев. В этом случае мы можем предположить, что она может оплачивать с апреля 1926 года по март 1926 года. А можно сделать в другой период. Например, доплачивать не только по март, а, например, по ноябрь включительно или по октябрь. Да, и, соответственно, будет тогда 67 периодов. Но в этом случае все равно условно-накопительная пенсия не меняется, потому что кратность нужно иметь 60 периодов. Я продолжу во второй лекции для многодетных матерей. Эту таблицу я выложу тоже в своем телеграм-канале. Смотрите за моими видео. Я более чем считаю, что многодетные матери Казахстана должны получать достойную пенсию, но для этого они должны готовиться пораньше. Поэтому, пожалуйста, готовьте сани летом. Есть такая пословица. До встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!